Всем огромный привет! Я Анна Константинова. Рада видеть вас на своем канале. Сегодня будем мастерить садовую мебель. Быстро, просто, а главное бесплатно. Поехали! Однажды я гуляла с ребенком. Мы нашли поддон. Я не смогла пройти мимо. Позвонила своему отцу свекру. Он мне распилил его и мы притащили поддон домой по кускам, потому что он очень тяжелый. Размер нашего поддона 100 на 120 сантиметров. Мы как раз собрались в деревню, а там не на чем сидеть. Срочно нужна была лавочка. В магазинах лавочки стоят недешево, поэтому будем мастерить своими руками. На верхней части поддона у нас было восемь досок. С помощью монтировки мы оторвали одну доску и распилили поддон на две части. Так, чтобы получилось сидение и спинка. Распилить нужно таким образом, чтобы на сидении остались две перегородки и одна перегородка на спинке. Со спинки нужно оторвать нижнюю перегородку. Эти доски нам еще пригодятся. Мастерить будем из подручных материалов и инструментов. Пилки по дереву у нас не оказалось, поэтому использовали пилку по металлу. Собирать лавочку будем с помощью саморезов и крупных гвоздей. В общем, будем использовать то, что у нас есть. Верхнюю доску распилю пополам на боковые планки. Длина боковых планок 60 сантиметров. Мы заранее просверлили отверстия и вставили в них шурупы, саморезы, чтобы после приезда в деревню можно было все быстро собрать. Спинку закрепили на шесть саморезов с каждого края по два шурупа, в тех местах, где вертикальные доски. Для удобства спинку лучше расположить под наклоном. Мы тоже сделали небольшой наклон. Чтобы спинка держалась еще крепче, закрепили ее боковыми планками с двух сторон. Лавочка почти готова, осталось сделать ножки. Пока наши мужчины ищут подходящие доски для ножек, я беру крупную наждачку на тканевой основе и отшлифую поверхность дерева. Для удобства наждачку лучше набить на деревянный брус, как у меня. Это дело рук моего свекра. Он мой главный помощник, всю основную работу взял на себя. После шлифовки поверхность становится значительно чище и ровнее. В общем, как вы видите, мастерим из подручных материалов. Отпилили 4 доски по 45 см. Это будут ножки. Мы их будем прибивать на крупные гвозди. Эти гвозди у нас 10 см. м. Пару гвоздей забиваем в брусья и укрепляем нашу конструкцию. С задней стороны прибиваем оставшуюся часть от поддона. Это перемычка от спинки. И еще желательно укрепить ножки с боковых сторон, чтобы они не расшатывались. Вот такая конструкция получилась, крепкая и прочная. Теперь нужно зашкурить оставшуюся часть наждачкой и можно переходить к покраске. Лавочка у нас будет стоять на улице. Я ее окрашиваю белой масляной краской. Она подходит для наружных работ. На первый слой покраски у меня ушла 1 банка краски 900 грамм. Высота сидения 49,5 см, а со спинкой 90,5 см. Размер сидения 120 на 48 см. Размер спинки 120 на 41 см. Покрасила одним слоем, прошли сутки, краска высохла. После покраски ворсинки на досках поднялись вверх. Поверхность стала колючей. Зашкуриваю еще раз наждачкой. А затем окрашиваю вторым слоем краски. Тогда ваша лавочка будет ровной и гладкой. Сейчас сильно шкурить не нужно. Слегка прохожу по колючим местам. На второй слой краски уходит гораздо меньше. Я потратила чуть больше половины такой же краски 900 грамм. Покрасила второй раз. Поверхность стала гладкая, ровная. Цвет стал насыщенный белый. Белая мебель очень стильно смотрится. И подходит под любой интерьер и экстерьер. Если такую лавочку поставить на веранду или в беседку, то можно дополнить мягкими подушками. Тогда будет еще круче. Но на самом деле все и так супер. Лавочка то, что надо. Я очень довольна результатом. И спасибо нашим мужчинам за помощь и мужскую силу. В ближайшее время я планирую снять еще одно видео о садовой мебели. Напишите в комментариях, как вам такая идея и что вы думаете по этому поводу. Друзья, если вам нравятся мои идеи, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Впереди вас ждет еще много всего интересного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok